28 апреля свой профессиональный праздник отмечают те, кто круглосуточно готовы спасать жизни людей. История выездов врачей в Сергиевском районе уходит в 1907 год, когда при лечебнице в 14 кроватей имелась лишь санитарная повозка. Сейчас на помощь врачам приходит новейшая техника. Оценить по достоинству новшества смогли опытные медики. Тогда что у нас был? Один чемодан и все. А сейчас мы уже усовершенствовали и дефибрилляторы, и ВЛ, и глюкометры у нас сейчас, и пульсоксиметры. У нас все есть. Для работы у нас все сейчас есть. Сегодня на станции скорой помощи Сергиевской ЦРБ круглосуточно работают 4 бригады медиков. Автопарк больницы обновлен полностью. Усовершенствована и диспетчерская служба. Фельдшера скорой обеспечены планшетами, на которые поступает подробная информация о вызове, благодаря чему стало возможно оперативно выезжать к больному. Конечно, самое главное, мы имеем грамотных, квалифицированных медицинских сотрудников, которые всю свою сознательную жизнь посвятили этому нелегкому делу. Ведь делают не только в том, что приехать и применить свои знания, оказать по определенным алгоритмам правильную, квалифицированную помощь, но ведь иногда бывают вот эти женщины, они и помогают в помощи вообще в транспортировке пациентов вместе с родственниками, носилки и так далее, особенно это при вызовах на дорожном транспортное происшествие. Поэтому все они молодцы, все они честно, достойно работают и отдают себя полностью этому делу. Оказывают медицинскую помощь сергицам и молодые специалисты. Одна из них – Людмила Малафеева, которая застала самый тяжелый период, когда все силы медиков были брошены на борьбу с пандемией коронавируса. И нагрузка на работников скорой помощи в тот период увеличилась в три раза. Поначалу было очень тяжело. Я плакала, я приходила с работы, рыдала. Я думала, я уйду, не смогу. Но с помощью поддержки своих коллег, начальства, все-таки я смогла добиться спокойствия внутри. И в данный момент я работаю, не боясь вызова. Какой бы он ни был тяжелый, я думаю, что я справлюсь. Именно врачи оказались на передних рубежах борьбы за жизнь и здоровье человека. И они справились. Телекомпания «Радуга-3» поздравляет сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником, желает здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.